ПЕСНЯ 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 Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы и господина преосвященнейшего навестника, архиепископа Феогноста, с братью и святые обители сия, да поменят Господь Бог в отзарствии Своем всегда на ней присно и во веки веков. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкие церкви в Лавке священного Химадрита, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем всегда на ней присно. и во веки веков, и вас, всех православных христиан, напоминает Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пристно, и во веки веков. ПЕСНЯ 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 И недостойным рабом Твоим мольбы приносите Тебе, Вы и колено преклоненных, и о своих гресях, и о людских неведениях. Сам многомилостивей человек любче, услыши нас вонь же, Ащий день призываем Тя, изрядный же день сей пятидесятный, Вонь же по вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небеса, И сиденья одеснуя Тебе, Бога и Отца, Не спасла Святаго Духа на святые Своя ученики и апостолы, Иже и седя на едином каегожный их, И исполнишься вся неистощимая благодать Его, И глаголыше языки иными величия Твоя и проликоша, Ныне у помолящихся Тебе услыши нас, И помяни нас смиренных и осужденных, И возврати пленение душ наших, Твое милование, имея нас, молящиеся, Прими нас, препадающих Тебе и вопенющих, Согрешихом Тебе, приверженись мы от утробы, От чрева Матери нашей, от Иси, Бог наш. Но як исчезош от Свои те дни и наши, Обнажихомся Твоей я помощи, Лишихася всякого ответа, Но дерзающе на щедроты Твоя зовем, Грехи юности наши и неведения не помяни, И от тайных наших очисти нас, И не отрени нас во время старости, Внегда оскудите крепость наша, Не остави нас прежде, Даже нам в землю не возвратитеся, Сподобие к Тебе возвратитеся, И вонми нам благоприятием и благодатью, Возмери беззаконие наши щедротами Твоими, Сопротив поставь и бездну щедрот Твоих, Множеству согрешений наших, Призвись высоты святые Твои, Господи, На предстоящие люди Твоя, И чающие ежа от Тебе богатые милости, Посети нас благостью Твоею, Избави нас от насильства дьявола, Утверди жизнь нашу святыми Твоими И священными законами, Ангела верно хранителя, Представи людям Твоим, Всех собери в Твое царствие, Дашь прошение уповающим на Тя, Остави им и нам грехи, Очисти нас действом святаго Твоего Духа, Разруши яжа на нас, Козни вражия. Господи Иисусе Христе Божий наш, Мир Твой подавай человеком, И пресвятая Духа дарь, Я же в житии с нами сын, В нас едем наследие, Неотъемлемое верным, Присно подавай, Явленийши же силу и благодать Твоим учеником и апостолам Десь не спаславый, И сиху сне огненными, Утвердивы языками, Ими же весь род человеческий, Боговедение своим языком, Слух ухоприимши, Светом Духа просветихам, Сей прелести, Якожетми изменихамся, И чувственных и огненных язык, Раздаянием, И приестественным действом, Я же в Тя веры научихамся, И Тебе благословися, Слависица Отцем и Святым Духом, Во едином божестве и силе, И власти и зарихомся, Ты, уболочее сияние существа, И естества его неизменное, И недвижимое начертание, Источник премудрости и благодати, Отверзи мне грешному сне, И научи меня, как это стоит, И о их же потреба молитесь, Ты боишься, ведай многое грехов моих множество, Но Твое благоутробие победит сих безмерное, И все, Бог, страхом предстаю тебе В пучине милости Твоей, Отчаяния души моей я повергаю, А корми жизнь мою словом, Всю тварь неизреченную премудростью, Силой управляю им, Тихое оболеваемых пристанище, И скажи мне путь, вонь же пойду, Дух премудрости Твоей я моим подашь по мышлениям, Дух разума безумия моему даруй, Духом страха Твоего мои осенние дела, И Дух правый обнови в утробе моей, И Духом владычном мысли моих По ползновению тверди, Да на всяк день Духом Твоим благим К полезному наставляем, Сподоблюсь отворить и заповеди Твоя, И Твоя присно памятовать и славное пришествие, И истязательное содеянно к нами, И да не презвеши меня тленными, Сопрещайся си мира сего красными, Но будущих восприятия желать и укрепи сокровищ, Ты береглась и владыка, Як и лекарщик, кто просит о Твоем имени, Невозбранно приемлет, А Твоего присносущного Бога и Отца, Тем же я с грешной пришествии, Святаго Твоего Духа, Твою молю благость, И века просих вас дашь милоспасение, Ей, Господи, всякого благодеяния, Богатый дателю, И подателю благий, Яко ты и си подавай, И преизобильно и же просим, Ты и си сострадателен и милостивый, И же безгрешно быть плотью нашею, Общник и преклоняющим тебе колено, Преклоняйся любо благоутробнее, Очищение же быв грехов наших, Дождь, у Бога, Господи, Людям Твоим щедроты Твоя, Услыши нас в небесе, Святаго Твоего, Освяти нас силою, Спасительные десницы Твоя, Покрый нас кровом крылу Твоею, Да не презришь и дел руку Твоею, Тебе единому согрешаем, Но и Тебе единому служим, Не вем и кланяйся Богу чуждему, Не же простирайте руки наши, Владыко, к Богу иному, Остави нам согрешение, И прими наше коленопреклоненное моление, Простри всем нам руку помощи, Прими молитву всех, Я, как Адила, приятное, Восприемлемое При Твоим приблагим Царством. Христа на текущие животные и просветительные источниче, Сопресносущная Отцу садительная сила, Все смотрения за спасение человеческое Прекрасно исполнивай, Христе Божий наш, Смертью узы неразрешимы, И заклепа адовы расторгнувай, Лукавых же духов множество поправы, Приведы себе нас непорочное заколение, И тело давы причистое в жертву Всякого греха неприкосновенное же и непроходное, И страшным зим, Сим и неисповедимым священнодействием, Живот нам вечный даровавый, В отшедший и вери вечный сокрушивый, И в отме сидящем восход показавый, Начало злобного же и глубинного змея Богомудрственным лечением уловивый, И великами брака, связавый в тартаре, И в огне неогасимом, И в отле кромешни, неисчестно сильное, Твоей затвердивой крепостью, Великоименитая премудростью Отчая, Нападствуемым великие помощники вивыся, И просветивый сидящий во тьме и сень смертный, Ты слава, пресносущная Господи Отца Вышнего, Сыне возлюбленный пресносущной свете, От пресносущного света солнца правды Услыши нас, молящихся Тебе, И упокои души рабов Твоих, Прежде усопших Отец и матерей, Братья и сестер наших, И прочих сродников по плоти, И всех своих вери, О, ниже и память Твои им ныне, Яков Тебе всех державой и в руце Твоей, Содержившейся концы земли, Владыка Вседержителю Божий, Отец и Господи милости, Ради смертного же и бессмертного, И всякого естества человеческого, Содетелю, составляемого же и пакер разрешаемого, Живота же и скончания, Ежезде пребывания, И ежетама приложения, Леты измеряй живым, И времена угод, Уставляй смерти, Не изводяй в ад и возводяй, Связуя в немощи И отпущая в силе, Настоящее потребне строя, И будущее полезно уповаи, Смертным же залом, Уязвленных воскресения надеждами вселяя, Саму блуба Владыка Всех, Боже Спасителю наш, Надежды всех концы в земли, И сущих море далечи, И же всей последней великий спасительный день, Пятидесятниц их праздника, Тайну святые, Единосущные и сопресносущные, И неразделимые, И неслиянные троицы, Показавый нам, И наитие пришествия святаго, И животворящего твоего духа, В виде огненных языков, На святые твои апостолы, Излиявый и благовестники тех поставивый, Благочестивые наши веры, И исповедания и проповедники, Истинного богословия показавый, И же и всей всесовершенный И спасительный праздник, Очищение уба молитвенное, И о иже вааде держимых Сподобивой приемати, Великие же подавай нам надежды И ослабления, Содержимым от содержащих я скверн, И утешению тобою не спаслати, Услыши нас, смиренных твоих раб, Молящихся тебе, И упокой души рабов твоих, Прежде усопших на месте светлее, На месте злачнее, На месте прохлаждения, Отнюдь уже отбежать всякая болезнь, Печаль, воздыхание, Учини духи и вселения праведных, И мир и ослабления сподобий их, Яко не мертвые восхвалить тебя, Господи, Ниже сущие во дладе исповедания, Дерзнут принести тебе, Но мы, живые, благословим тебя, И молим, и очистительные молитвы, И жертвы приносим тебе О душах их. Божий великий и вышний, Иди не имей бессмертия, Во свете живы и неприступном, Всю тварь мудростью создавая, Разделивая посреди света и посреди тьмы, И солнце, оба положивая, Во область делу нужны звезды, Во область ночи, Сподобив нас грешных, И в настоящий день, Предваритель лице твоего исповедания, Вечернее тебе службу принести, Сам человек, любший Господи, Исправи молитву нашу, Яко ходила пред тобою, И прими ее в войну благоухание, Подажи нам настоящий вечер, И приходящую ночь мирну, Облицы на оружием света, И избави нас от страха ночнага, И от всякие вещи во тьме приходящие, И дары нам сон, Я живу покоение немыще нашей, Даровалась и от всякого дьявольского мечтания изменен, Ей, Владыка, всех благих подателю, И дай наложек наших, Умиляющийся воспомянем в ночи Пресвятое имя Твое, И по учениям Твоих заповедей, Заряеми в радости душевной восстанем, Ко славословию Твоей благости, Молитвой и молениями Твоему благоду, Утробию приносящие, О своих грехах и о всех людях Твоих, Их же молитвами, Пресвятые Богородицы, В милости посети. И благословен Христос, Бог наш, Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Слава Тебе, Христос, Бог наш, Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Тебе, Христе Божий! 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 И если человек таким образом живет, то и вера в Бога, если остается в его сознании, то на каком-то уж очень узком отрезке этого сознания эта вера никак в себя не проявляет в жизни, неприступно, невидимо благодать Святаго Бога. Может быть, это является и причиной того, что многим людям, которые даже крещены, непонятна жизнь Церкви. Для того, чтобы уразуметь, что внутри происходит христианской общины, нужно побороть в себе страсть, обрести веру и тогда благодать Божия, как мощный духовный источник, оплодотворить сухую землю. И в мгновение станет понятно то, что еще вчера было непонятно. И если вчера требовалось некое логическое построение для того, чтобы что-то уразуметь и понять из этой таинственной жизни Церкви, то тогда, когда благодать Божия пронизает человеческое сознание, не требуется никакой логики, потому что Божья сила реально присутствует в жизни человека. И не требуется никаких доказательств. И видно то, что не видно простым взором. И хватает сил на то, на что никогда бы не хватило сил. И самое повроченное и угнетенное унынием сознание пробуждается без каких-либо внешних причин изнутри силы благодати Божьей. Для того, чтобы благодать была зримой, видимой, мы должны помнить, что наша задача бороться с нашими страстями, с нашими грехами, бороться с неверием, тем самым бытовым неверием. Не интеллектуальным, не философским, а бытовым, когда о Боге вспоминает нечасто. Ради этого Церковь и трудится. К этому она призывает людей. Многие с радостью отвлекаются на этот призыв, потому что кто-то и когда-то в момент своей жизни почувствовал предосновение к сердцу Божьей благодати, а другие не понимают, к чему Церковь завернут. Критикуют Церковь, потому что не ведают того мира, Божественного мира, который открывается в сердцах людей силы благодати Божьей. Пусть сегодняшний день поможет всем нам обновить в себе эту благодать целеустремленным сопротивлением страстям, грехам, порокам, злым мыслям, укреплению веры. И тогда почувствуем то, что почувствовали святые апостолы в День Святой Пятидесятницы. И благодать Божия многократно усилит наши человеческие силы, даст остроту зрения духовного, силу мысли, поможет в памяти своей сопрягать времена, что означает обрести человеческую мудрость. Я от всего сердца желаю всем вам, мои дорогие, все верующие люди, все крещеные, кому дар, дан дар благодати Божией, обновить в себе этот дар, чтобы благодать была и видимой, и преступной для каждого из нас. Аминь. С праздником поздравляю вас!